В радиорубке радиостанции так называемого Белого дома, это здание Верховного Совета России. Как видите, все лица, которые сидят за этим стеклом и которые сейчас вещают прямой эфир для людей, собравшихся вокруг Белого дома, вам знакомы это Виктор Ярошенко, Никита Михалков, Александр Любимов, Александр Политковский. Здесь, в этой радиорубке, сегодня перебывало множество людей. Это не только народные депутаты, но и делители культуры, науки, которые выражают свой взгляд на происходящее в нашей стране уже в течение двух дней. Никита Сергеевич, что вас заставило прийти сюда сегодня? Ну, меня ничего не заставило прийти сюда. Я пришел сюда сам. Я пришел сюда как русский человек, как гражданин и как советник, премьер-министр по вопросам культуры и связи с зарубежными странами. Что вы сейчас сказали в обращении к тем людям, которые окружают это здание? Здесь было плохо слышно? Вы понимаете, я попытался сказать, что те, кто меня знают, знают, что я никогда не был ни крайним, ни левым, ни правым. Я никогда не выступал на митингах и считаю, что каждый человек должен делать свое дело на своем месте. Слишком много наговорено в стране, чтобы еще добавлять к этим разговорам и свои слова. Но сегодня я здесь, потому что я считаю, что да, в стране происходит безобразие. Да, нужно наводить порядок. Да, разваленная экономика. Да, действительно, абсолютно пошлость завладела экраном, телевидением во многих программах, радио, театром, кино и так далее, и так далее, и так далее. Да, полное непонимание слова демократия. Потому что демократия понимается превратно, понимается как вседозволенность, как можно делать все это демократия. Можно назвать начальника дураком только потому, что он начальник, а не потому, что он по-настоящему дурак. А если он дурак, и твой начальник, то ты сам не умнее его, раз ты его выбрал, чтобы он стал начальником. Да, нужно наводить порядок. Но кому и как? Вот это вопрос серьезный. Я считаю, что если русские люди, если россияне, куда входят не только русские люди, а россияне, вот по этому огромному разбросанному пространству, которое ироничными людьми сейчас называется в особо крупных размерах без определенных занятий. Вот чтобы нам перестать быть в особо крупных размерах без определенных занятий неким абстрактным образом, мы должны сейчас абсолютно сознательно для себя решить. Дадим мы право обращаться с собой так или не дадим? Есть у нас самосознание национальное или нет? Дадим мы возможность обращаться с нами с позиции силы, как это было многие годы? Дадим ли мы опять считать, что история нашей страны началась с 17-го года, а не раньше? Потому что чем виноваты Толстой, Пушкин, Дмитрий Донской, чем они виноваты, что они не знали ни Карла Марца, ни Ленина? Разве в этом, разве только с этого момента, когда появилась коммунистическая партия, возникло понимание того, что такое истинное самосознание национальное? Я считаю, что нет. Почему вы уезжаете? Я снимаю картину. Во-вторых, у меня родилась дочь. Я боюсь. Я уезжаю, потому что я боюсь. И меня всегда обвиняли в том, что я далек от политики. Или что я не с правыми, не с левыми, что называется. Я действительно считаю, что мне не хватает, может быть, и партийности, ну вот, левый, правый, конституционный, для того, чтобы примкнуть к такому флагеру. Но с точки зрения гуманности, я вижу, что здесь какие-то законы, которые нарушать можно только в крайних случаях. По-моему, этот крайний случай еще не наступит. Русский народ осознал необходимость продолжения перестройки и осознал необходимость осуществления экономических реформ. Драма России заключалась в том, что русские люди на сегодняшний день не готовы были объединиться для того, чтобы эти реформы проводить. Расколсы и демократов катастрофически. Еще Лев Толстон написал, почему плохие люди всего мира так легко объединяются. Вот тоже бы самое сделать хорошее. Горбачев, которого так долго ругали, практиковали слева и справа, и который, кажется, начинал тогда еще, в 85-м, почему-то больше не президент. Нет президента. Плохой ли, хороший, но законный. 10 часов. Рязанское шоссе, БТР, Киевское шоссе, Танк, взято под охрану Министерства обороны, и зачем-то окружен Большой театр. Уверен, что в стране будет наведен порядок, и те товарищи, которые вошли в случайное положение, наведут порядок. Состав ГКЧП СССР состоит из действующих министров. Там нет ни одного человека, который был бы со стороны, внезапно, из-под поля, из тени. Поэтому, как юрист, международник, я это квалифицирую полностью как законную власть, соответствующую и нормам внутреннего национального законодательства, и международного права. Скажите, как вы можете охарактеризовать тех людей, которые говорят о событиях последних двух дней, что это пуч или переворот военный? Это государственные преступники. Всех, кто говорит, их можно привлекать к административной перспективе и к уголовной ответственности. Потому что это, в очередной раз, клевета на законную власть. Это те же самые люди, которые кричали месяц назад «Долой Горбачева». Они кричали. А теперь они кричат «Долой Горбачев», «Долой», так сказать, «Янаева» или, допустим, «Долой новая руководство». Это отбросы общества. Они не знают, что такое закон, не понимают те сложности, которые имеются в нашем обществе. Это люди, которые таким образом себя самоутверждают. Просто. Они и Царя кричали «Долой», и Керенского «Долой», и Большевиков «Долой», и Горбачева «Долой», и Ельчина будет кричать «Долой». Они, это постоянно сброс, внизу, который всегда себя самоутверждает через разрушение. Москва. 20 августа. Второй день переворота. На улицах по-прежнему танки, БТРы. Заметно увеличилось число баррикад. В двух местах автобусами, грузовиками и тем, что попалось под руку, перекрыт Калинский проспект. Значительно выше и прочнее, по сравнению со вчерашним днем, стали заграждения у Белого дома. На лицах прохожих напряженности тревога, которую дворцы чрезвычайного положения пытаются выдать за вздох облегчения. На смену страху и растерянности пришла апатия. Но, к счастью, это не сказывается на политической активности россиян. Люди будут бороться. Люди верят российскому правительству. Именно поэтому вторые сутки возле здания парламента России стоят баррикады. В 11 часов Ельцин, развеявший появлением своим слухи об аресте, дозвонился до Украины. На Краснопресненской набережной начинается манифестация. Люди перед Моссоветом. Вы подчиняете себя за вы подчиняется.